Всем привет, меня зовут Август, это вторая часть про Афинский Акрополь, сегодня я рассказываю про Парфенон. Чтобы понимать контекст и шарить за ссылки, прошу, переходите по ссылке в описании и посмотрите первую часть про Афинский Акрополь. Там рассказываю про архитекторов, про другие постройки, про цифры и вот это вот все. Поэтому переходите, смотрите, а потом возвращайтесь сюда. Итак, мы подошли к самому выдающемуся сооружению Древней Греции, к Парфенону. Архитекторы Ектины Каликрат построили этот шедевр в период с 447 по 438 год до нашей эры. Размеры Парфенона по внешней границе стелобата 69,5 метров в длину, 39 метров в ширину. Высота дарической колонны 10,4 метра. Диаметр ее основания почти 2 метра. 1,9, если быть точным, это, кстати, больше, чем кадр, который захватывает моя камера. Высота Парфенона 13,7 метров, но это все неинтересно. Интересно то, как такие большие цифры и пропорции не делают здание массивным и нагнетающим. А наоборот, Парфенон кажется легким, живым и приятным глазу. Давайте разбираться. Все пропорции Парфенона завязаны на золотом сечении. О нем я расскажу в следующем видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А сейчас я расскажу, что сделали архитекторы, чтобы храм казался идеально ровным, симметричным и совершенным. Игтина Калликрат учли особенности нашего оптического восприятия и намеренно несколько исказили пропорции храма. Намеренное искажение называется курватурой, от латинского кривизна. Архитекторы чуть повысили к центру ступени подножия храма, а также чуть наклонили внутрь внешние колонны фасадов. Так, что если мы мысленно продлим колонны с восточной и западной стороны, они пересекутся в одной точке. И эту точку мы знаем примерно 4990 метров от основания. Если мы продлим колонны с северной и южной стороны, они пересекутся чуть ниже, на высоте 2200 метров. Вот две точки, в которых греки пересекли на вид абсолютно параллельные прямые. Вы спросите, нахрена? А главное, зачем? Если бы архитекторы не применили курватуру, намеренное искажение, то идеально ровный, симметричный парфенон смотрелся бы для нас вот так. Все это из-за своих размеров и особенностей нашего оптического восприятия. А благодаря вот таким искажениям мы можем его наблюдать идеально ровным, симметричным и до нельзя красивым. Еще пару фактов о парфеноне. Разделялся на две части. Восточная и западная. Восточной находилась главная святыня. 12-метровая статуя богини Афины Парфенос, Афина-дева. Выполнена была скульптором Фидием. Лицо и руки богини были покрыты пластинами из слоновой кости. Это давало ощущение, что перед нами не просто статуя, а настоящая живая девушка, живая Афина. В правой руке Афины была фигура богини Ники, левой, она опиралась на щит. Сама статуя не сохранилась, мы можем лишь воссоздать ее образ по описаниям и разным копиям. В западной части находился городской архив и казна Афинского морского союза. Что касается скульптур, то Парфенон вообще не был на них скуп. Скульптурное убранство Парфенона просто поражает. С западной стороны на фронтоне вот здесь был изображен сюжет спора Афины и Посейдона. С восточной стороны был сюжет рождения Афины. На фризе длиной в 160 метров и высотой 1 метр Фиди разместил рельефы с сюжетами, участниками которых были боги и мифические герои. Также он изобразил панафинийское шествие, причем ни одна фигура не повторялась. Все позы и движения были отличны друг от друга. А фигур там было очень много. Примерно 365 человеческих фигур и 227 фигур животных. Ни одна не повторялась. И самое печальное во всей этой истории, это то, что отнюдь не времени пощадило Парфенон и весь Акрополь в целом. А люди и халочность, жадность, варварство, все эти пороки сыграли свою ключевую роль в непростой судьбе Афинского Акрополя. Давайте сейчас, вкратце, восстановим хронологию тех самых роковых событий, последствия которых мы имеем сегодня. В 5 век Афины вошли в состав Византийской империи и Парфенон стал использоваться в качестве христианской церкви. Начало 13 века. В Афины пришли крестоносцы. Герцог Диларош устроил в Акрополе свою резиденцию. Тогда Парфенон стал католическим кафедральным собором и со временем к нему пристроили колокольню. 15 век. Византию завоевали турки. Парфенон превратили в мечеть, а колокольню в минорет. В Орихтеоне разместился гарем турецкого коменданта. Роковое событие произошло в 1687 году. Венецианцы, обстреливая цитадель турок с моря, попали прямиком в Парфенон. Там турки хранили боеприпасы и пор. Результат. Центральная часть Парфенона полностью разрушена. Взрывом была уничтожена часть пропеллей. И в том же году был разобран храм Ники Аптерос. Его разобрали турки на блоке для укрепления бастиона. В начале 19 века, во время наполеоновских войн, британский посол в Константинополе, лорд Джеймс Брюс Элген, по соглашению с турецким правительством, начал демонтаж и вывоз рельефов и скульптур с храмов Акрополя. Свои действия он мотивировал желанием сохранить древнегреческие ценности в период нестабильной обстановки в стране и бла-бла-бла. Он просто их украл. И теперь это все принадлежит Национальному британскому музею. После наполеоновских войн греки начали освободительную войну против турок. И тогда турки решили, что Акрополь не настанется никому. Они полностью заминировали весь холм, все возвышение, все было заминировано. И они собирались сравнять Акрополь с землей. Но их планом помешал греческий сапер Костас Хромавитас. Теперь в его честь названа одна из центральных улиц Афин. Когда греки вновь заняли Акрополь, турки продолжали его обстреливать. И во время одного из таких обстрелов пушечное ядро попало в Эрехтеон. Это произошло в 1827 году. В конце все закончилось хорошо. Греки победили, обрели независимость. И начиная с 1898 года здесь непрерывно ведутся реставрационные работы. Но несмотря на все это, Акрополь до сих пор стоит и поражается своим величием и красотой. От него до сих пор веет той самой эпохой расцвета Древней Греции, когда в воздухе была свобода, радость, гордость за свою страну и за свой народ. Все это греки вложили в Акрополь. Все это они запечатлели в камне. И дело здесь отнюдь не в технологиях, не в каком-то определенном материале, или в каком-то определенном месте, где все сохраняется. Нет. Дело в том, что греки вложили в свои постройки. С каким настроем они относились к своему делу и к тому, что их окружало. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok